МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Евдокия Борисовна Пасько". Непростой боевой путь прошла лётчица Евдокия Пасько. Увлекая примером бесстрашия других пилотов, она умело руководила боем. Она родилась 30 декабря 1919 года в селе Липенко Иссык-Кульской области Киргизии. В 1938 году окончила среднюю школу и поступила на механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова. Великая Отечественная война застала Евдокию Пасько на третьем курсе университета в самый разгар экзаменационной сессии. В сентябре 1941 года она приступила к занятиям и одновременно посещала курсы медицинских сестёр. А по ночам вместе с подругами дежурила на крышах зданий, тушила зажигательные бомбы, сбрасываемые немецкими лётчиками при ночных полётах. В октябре по призыву комсомола она добровольцем вступила в Красную Армию. Была зачислена во вновь формируемую женскую авиационную часть. 17 октября 1941 года Пасько выехала в город Энгельс для обучения лётному делу в военно-авиационной школе. Там же были созданы три полка – истребительный, ночных и дневных пикирующих бомбардировщиков. Рассчитанную на три года учебную программу курсанты освоили за восемь месяцев. И в мае 1942 года женский 588-й полк вылетел на Южный фронт. Он вошёл в состав 218-й авиадивизии 4-й воздушной армии. Здесь Евдокия Пасько совершила свои первые авианалёты на У-2. За характерный стрекочущий звук двигателя солдаты вермахта прозвали его швейной машинкой. Этот учебный самолёт позже был переименован в честь своего конструктора Поликарпова. После Донбасса полк воевал у станицы Асиновской. Враг рвался к кавказской нефти, и основные сражения проходили в районе Арджоникидзе и Моздока. Лётчиц посылали на выполнение самых сложных задач. За ночь экипажи совершали по 5-6 вылетов, причём работать над целью приходилось в лучах немецких прожекторов при сильном артобстреле. В январе 43-го года оборона противника на Тереке была прорвана. За активную и успешную боевую работу по освобождению Северного Кавказа 588-й полк был переименован в 46-й гвардейский женский ночной бомбардировочный авиаполк. Началось наступление наших войск на запад. Они принимали участие в прорыве голубой линии. Так назывался сильно укреплённый вражеский оборонительный рубеж от Новороссийска до Азовского моря шириной 20 километров. Он был почти неприступен. Лётчицы совершали по несколько ночных вылетов, в которых уничтожали артиллерийские точки противника, прожекторы, склады с горючим и боеприпасами. Переправы через реки бомбили вражеский аэродром. Ночью 1 ноября 43-го года на голубую линию высадился советский десант. Подразделение 318-й стрелковой дивизии и морской пехоты. Десантников с воздуха поддерживали лётчицы 46-го авиаполка. Одной из первых бомбила врага у эльтигена штурман эскадрильи Евдокия Пасько. Условия полёта были сложными. Уничтожать прожекторные установки и огневые средства пришлось с высоты 300 метров. Она видела, как первый эшелон моряков и пехотинцев, спрыгнув с транспортных судов в воду, под пулями и снарядами устремился к берегу. Вскоре воины ворвались в немецкие траншеи, отбросили противника с прибрежной полосы и заняли посёлок. Об одном сожалело тогда штурман Пасько, что в полёт У-2 мог брать только две бомбы и не больше. Но и они наносили немалый урон врагу. В каждом вылете лётчица неизменно точно сбрасывала их на цель. Фашисты бросали на десантников самолёты и танки. Стреляла вражеская артиллерия. Они проводили до 20 атак за день. Но защитники огненной земли выстояли. У наших бойцов заканчивались патроны, гранаты, продукты питания, медикаменты. Нечем было перевязывать раненых. Им пришлось перенести и холод, и голод, и жажду. К несчастью и погода стала нелётной. Плотный туман окутал аэродромы. Бомбардировщики и штурмовики оказались прикованными к своим стоянкам. Осталась одна надежда. На полк ночных лётчиц. Лететь на выручку десантникам разрешили наиболее опытным экипажам. Один за другим к альтигену потянулись легкомоторные У-2, гружённые мешками с продовольствием, боеприпасами, медикаментами. Эти полёты проходили в сверхтяжёлых метеоусловиях и были самыми ответственными. От них зависела жизнь наших солдат. Только за несколько дней пасько сбросило морским пехотинцам 24 мешка с ценным грузом. Зацепившись за узкую береговую полосу, советские воины 36 дней и ночей героически сражались с превосходящими силами врага. И всё это время им усиленно помогала наша авиация. Получив помощь с воздуха, десантники прорвали блокаду и с ожесточёнными боями прошли по оккупированной территории на соединение с нашими войсками. В дальнейшем лётчица принимала участие в операциях по освобождению Севастополя, Белоруссии, Польши, в прорыве обороны противника на реке Одер и в Берлинской операции. 26 октября 1944 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в сражениях с немецкими оккупантами, Евдокии Пасько было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Редактор субтитров А.Семкин